доброго времени дорогие зрители и подписчики нашего канала сегодня хочу рассказать об одном из самых наверное причудливым странам и в то же время прекрасном музыкальном явлении с которым я лично сталкивался ну по крайней мере если говорить о виртуальных инструментах причем это не самостоятельный вести плагин библиотека расширения которая предназначена для виртуального инструмента от компании GeForce который называется Emtron Emtron является виртуальной версией очень успешной чрезвычайно качественной виртуальной версией легендарного профессионального инструмента мелатрон который извлекал звуки с помощью предварительно записанных различных звуков на петле магнитофонной пленки которые при нажатии той или иной клавиши включался мотор и петли эти воспроизводились соответственно прямо с магнитных пленок магнитные головки воспроизводили те или иные тембры и звуки вот инструмента которым пойдет сегодня он в общем-то построен на тех же принципах однако это была попытка создать более бюджетный демократичный вариант и в общем-то задумался это инструмент как инструмент для домашнего музицирования или для обучения для непрофессионалов и даже выпускала его собственно говоря огромная фирма производящая игрушки американская фирма motel и так речь идет удивительном об одном из самых странных и удивительных и прекрасных инструментов прошлого инструменты называется оптиган оптиган это сокращение от названия optical орган то есть оптический орган он также снимает звуки предварительно записанные но в данном случае не на магнитную пленку она диски полупрозрачные гибкие целлулоидные диски однако первая модель которая начала разрабатываться в 1968 году там был другой принцип вот у прототипа звуки записывались на специальные цилиндры то есть это технология восходила еще вообще к самой заре звукозаписи к аппарату томаса эдисона где также звуки записывались на восковые такие цилиндры и этот аппарат был прапра дедушкой виниловых проигрывателей вот в первом прототипе оптигана использовалась та же технология прототип поэтому оказался неудачным работал он ужасно и разработчики стали задумываться о других вариантах тогда они вспомнили о том как записывается саундтрек звуковая дорожка кинофильма записывается непосредственно на ту же кинопленку и вот используя такие технологии в 1971 года они придумали записывать звуки на вот эти самые целлулоидные полупрозрачные диски каждый такой диск содержал 57 вот этих звуковых петель записанных и при нажатии на соответствующие клавиши или кнопки звук снимателя опускался на соответствующую дорожку которая зацикленно воспроизводилась звук при этом получался такой очень неровный наполненные разными обертонами очень нестабильный к тому же диски также как пластинки виниловые подвергались запылению износу в общем аппарат был несовершенен однако это именно те черты именно тот характера звука которые на протяжении лет вот сейчас оказался наиболее ценен потому что сейчас те экземпляры оптигана которые сохранились они конечно их владельцами очень берегутся лелеется и стоит кстати очень немало их денег в общем это коллекционные музыкальные инструменты несмотря на то что задумывался он как инструмент для домашнего музицирования на нем также исполняли музыку и именитые музыканты среди них немало естественно музыкантов такого андеграундного направления например небезызвестный мэрилин мэнсон или такой ветеран трубадур американского музыкального подполья как том вейтс или даже знаменитый кинорежиссер и музыкант сам дэвид линч который использовал оптиган в самом треке третьего сезона своего культового сериала твин пикс а также такие совершенно уже богатые и респектабельные музыканты как элвис костелло или например немецкая электронная группа крафтверк который правда использовали более продвинутую версию оптигана который назывался оркестрон оптиган можно назвать таким прадедушка из современных известных всем самоиграек цифровых типа cassio или ямаха то есть на нем можно исполнять как ритм и аккомпанемент так и солировать какую-нибудь мелодию лидирующим звуком однако звучание по своей природе у него конечно совсем иное она аналоговая но винтажная чрезвычайно винтажная я бы сказал она несколько даже потусторонняя разработчики программисты компании geforce они конечно очень умело соблюли этот баланс то есть при сэмплировании им надо было одновременно и подогнать как бы чтобы все-таки был стабильный инструмент в плане тональности и в плане темпа и в то же время чтобы цифровая природа вот эта правильность не съела природу данного инструмента им это удалось потому что звучит он но так же как и м трон библиотекой которым он является звучит он конечно совершенно не так как большинство других вести инструментов звучит он крайне необычно и очень индивидуально geforce использовали кстати инструмент оптиган который принадлежал дуэту industrial дуэту койл известному питер кристоферсон участник этого дуэта пригласил программистов geforce свою студию предоставил он как свой экземпляр оптигана так и коллекцию дисков диски эти выпускались и продавались в 70-е годы когда выпускался оптиган выпускался он с 1971 по 76 год недолго так потому что проект оказался не очень коммерчески успешным так вот диски эти соответственно в разном состоянии некоторые из них более изношены некоторые как новые но также как всем известные виниловые пластинки которые которыми обмениваются между собой коллекционеры и кстати в аннотации к данной библиотеке компания geforce даже как бы оправдывается он говорит о том что да некоторые тембры некоторые ритмы а их в этой библиотеке 25 ритмов звучат с прекрасных замечательных но несколько изношенных дисков но в то же время справедливо подчеркивает они именно это и передает необыкновенный характер данного инструмента и в этом они правы я проверил до звучание данного инструмента на нашей уже такой ностальгии использовал музыку знаменитого замечательного советского композитора александра зацепина из кинофильма красная палатка использовал только оптиган и на мой взгляд звучит просто замечательно очень уютно очень винтажно так что благодарю за внимание и приятного прослушивания а Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!